Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, меня зовут Андрей Бородин, я интегратор. Хотел бы вам рассказать и обсудить про использование SSLT FPI и вообще про SSLT. Скорее всего... Слышно? Давай тогда громче. Хотел бы вам рассказать про SSLT и опыт его использования FPI. Возможно, что большинство из вас всё это знают, но, тем не менее, как некий обзор на Эпскурс. И часто используемые кейсы обсудим. Ну, у меня будет всё не так красиво, как у Андрея. Я презентации делать не умею, поэтому... В основном текст, таблички и кадр. Ну, все мы знаем, что маппинги – это головная боль, от неё деться никуда нельзя. Но вопрос в том, как их реализовывать. Ну, тут все по-разному подходят. Кто-то чётко следует собственным стандартам. Там только графика, только SSLT. Бывают разные кейсы, все видел. Но, тем не менее, для любой технологии есть сфера, где она лучше всего используется. Ну, вот как раз в PI XSLT зачастую очень удобен. И об этом мы сейчас будем говорить. Ну, во-первых, как вообще появился XSLT? Наверное, многие всё это знают. Но, тем не менее, по качеству Эпскурс. То есть он появился вообще изначально для других целей. То есть это в конце 90-х наволне всеобщего увлечения XML-ом. Боевой задачей сделать общий стандарт именно для представления XML-дантов. Ну, например, технологии типа Докбука, которые, по сути, предназначались для технической документации. Ну, требовали к конечному формату на выходе HTML или BZF. И стали думать, как это стандартизировать, чтобы уменьшить затраты на реализацию всего этого добра. В итоге родилось две независимых, по сути дела, спецификации. Одна, которая из исходного XML-формата делала формат специального вида Excel-FO формата . А вторая, которая уже приведённый к нужному виду формат, переводила в презентацию. Ну, это там по скрипт или PDF, любой другой вид. И, собственно, дальше они развивались практически независимо, эти спецификации. И неожиданно оказалось, что XSLT, который, собственно, вот этот первый шаг и сделал, то есть когда мы из любого, ну, относительно любого XML-формата делали XSL-FO, выяснилось, что XSLT удобен, в принципе, для любых преобразований. И в интеграции он замечательно прижился, поскольку много систем ландшафтов работало непосредственно с XML. Ну, и, собственно, в PI у нас тоже, поскольку в CyberHartBall мы отстроили Maxwell, то он с XML просто и разлучен, и никуда от него не деться. Вот. Ну, собственно, основные черты языка тоже всем известны. Это тоже XML-язык сам, все его конструкции все являются валидным XML. Ну, вот следующая его особенность, она как раз вызывает основные сложности в его использовании. То есть я помню, что как раз на одном из первых проектах, где я вообще с XSLT столкнулся. И, кстати, почему столкнулся? В общем-то, задача довольно простая. Смейпить iDoc на веб-сервис. Вот. Веб-сервис большой, сложный, и у него есть неприятные особенности. То есть у него элементы имеют циклическую зависимость. То есть их дочерние элементы являются самими сотрудниками. В итоге, если ты пытаешься сделать графический мэппинг, то билдер падает во этот номере, потому что он пытается построить это дерево бесконечное, и у него ничего не получается. Что делать? Ну, вот. Пришел Рома, если он запомнить. Сказал, вот так вот, XSLT даже подойдет. Как нельзя лучше. Рома виноват во всем. Да, ну все виноват Рома. Вот, но... В общем, приблизительно. XSLT все-таки чем, ну, так скажем, непривычен большинству? Он декларативный. То есть все-таки большинство людей, кто программирует, они и мыслят, и применяют очень декларативные языки. То есть когда у нас есть последовательность операции, мы четко ее выполняем. Ну вот, все понятно, как происходит. Но вот XSLT он не такой. Он просто говорит, вот есть какие-то шаблоны, какие-то правила. То есть я хочу из этого элемента сделать вот этот. А как ты это будешь делать? Ну, это меня не интересует. В итоге это приводит к довольно странным вещам. Ну, например, если мы просто применим пустое преобразование, что получится? У нас есть XML файл, есть пустое преобразование. Ну, если логически подумать. Но с одной стороны, мы подумаем, что если мы на XML ничего не преобразовываем, то на выходе будет то же самое. Один вариант. Другой вариант. Если у нас преобразование пустое, то мы на выходе ничего не получим. Ну, ничего нет. Но вот выясняется, что работает это все третьим способом. И на выходе вы получите просто текстовое содержимое в ноте, в текстовом документе. Это ни разу не очевидно. И чтобы к этому привыкнуть, требуется некоторое время. Но, к счастью, для того, чтобы использовать это все в API, знать XLT хорошо не требуется. Для 90% задач хватит весьма базовых знаний. А если, ну, собственно, приходит ощущение, что этого не хватает, скорее всего, и XLT использовать уже не надо. Уже пора перейти на жены, скорее всего. Вот. Ну, пример того, как можно... Ну, как я часто встречаю использование, ну, клепастых случаев. То есть вот те, кто мыслит оперативно, они обычно делают примерно так. Например, делается один темплейт с условием на рутовый элемент, и в него просто впихивается все содержимое, которое должно быть на выходе, for each, там, мы пошли и так далее. То есть это прямо вот понятно. Человеку вот это взяли, дальше вот это вызвали, там преобразовали. Вот. Но вот это не по фэн-шу. То есть, в принципе, XLT должен, по идее, ну, как это планируется, выглядеть немного по-другому. То есть вот ровно то же самое будет работать, но написанное в декоративном стиле. Это вот мы сказали. Есть элемент, поработай с потомками. Если нужно что-то преобразовать, для каждого потомка свое правило. Понятно, что если вы поменяете потом структуру исходную и захотите что-то переделать, то эти преобразования будут уже вести себя по-разному. То есть они, в принципе, не эквивалентны просто на определенном виде документа входящего, они работают одинаково, но это именно для того, чтобы показать, какие, в принципе, отличия у этих стилей декоративных и императивных. И это еще важно в том числе и в том, о чем я буду говорить дальше, что в третьей версии спецификации собственно появилась возможность стриминга. То есть все XCT-процессоры изначально загружали весь исходный документ в память и уже дальше с ним работали. Но вот в третьей версии наконец-то появилась возможность потоковой обработки. И вот когда вы делаете потоковую обработку, то очень важно написать инструкции так, чтобы процессор понял, что он вообще может это обработать в поточном режиме. То есть если он видит теплоэты, которые просто, например, преобразуют значения и никаких выборов не делают, там, вперед-назад, для него это родно и понятно. Он может это как XCT-процессор обработать. Все просто. Если он видит что-то вот такое, с фуручами куда-то летящими, ему не очевидно, сможет ли он с этим справиться и обработать это потоковым уровнем. Поэтому вот этот момент тоже нужно иметь в виду. Вот. Ну, какие ещё свойства? Ну, сам язык, да, он считается функциональным, то есть, по крайней мере, по утверждению micro-key, это всё такая, конечно, теория, но тем не менее он является полностью функциональным языком. В третьей версии то, что он научился оперировать функциями, ну, на первом уровне так называть. Ну, и я подробности опускаться не буду, но есть небольшой нюанс, поскольку практически любой XCT-процессор реализует жанр расширения, то полностью функциональным он быть не может, просто потому что, ну, собственно, посредством вызова какого-то внешнего кода уже он перестаёт быть функциональным, потому что появляются побочные эффекты. Мы можем влиять таким образом на состояние, изменять состояние, что для русальных языков не годится. Какие ещё свойства? Ну, да, он расширяем, то есть под XCT можно писать расширение, что, собственно, сразу и было сделано, потому что в первой версии спецификации, которая ещё в 1999 году вышла, очень много функций отсутствовало. Но об этом дальше ещё тоже поговорим. В принципе, любая работа XCT-процессора — это три задачи. Первая — запарсить то, что пришло, потом преобразовать его как-то своими внутренними алгоритмами и на выход серилизовать. В принципе, сама спецификация, она посвящена только второй части преобразований. Собственно, оперируют в основном структурами деревьев или подобным деревьям. Но так или иначе любой XCT-процессор, который используется, он должен, естественно, уметь и парсить, и серилизовывать. И опять же, с каждых новых версий эти возможности только расширялись. Ну, какие вообще существуют основные процессоры? Их много. Ну, вот для Linux мира он, собственно, один. Фактически это Linux SLT, сишная библиотека, быстрая, запускается из командной строки. И, по сути, во всех браузерах, которые сейчас работают, вот именно она используется для преобразований уже на клиенте. Но она поддерживает только 1.0 версию. Вот. Есть XALAN. Это, собственно, процессор Апачёвый. Ну, он и джаровский есть, и плюсовый. Он тоже поддерживает только 1.0, но он является процессором по умолчанию в GDK. Поэтому он и к PIA непосредственно отношение имеет. Вот. Есть ещё SACSON. Это как раз самый, ну, по крайней мере, можно считать его наиболее продвинутым с точки зрения именно реализации всех функций, которые описаны в рекомендации. Он разработан в MyFunk Game, который, собственно, и являлся редактором спецификации 2.0 и 3.0. Ну, и в последнее время вот у него появились как раз и JavaScript, и .NET TV, и R7. Но у него тоже есть свои особенности, что он не open-source, а частично open-source. дальше об этом поговорим. Вот. Ну, вот здесь, собственно, вкратце тоже описано, как всё это развивалось. Развитие вообще идёт очень медленно. По сути, вот, когда он только появился, в 99-м году, он был сразу реализован, ну, потому что реальная потребность в нём была. Но, в принципе, всем хватало для основных задач. То есть никто особых проблем не испытывал. если испытывали проблемы, то писались расширения. Вот. Но всё-таки работа шла, и, ну, хоть вот она идёт и медленно, то есть всё-таки для языка одна версия большая на 10 лет, но это многовато. Но это, может быть, возможно, связано с какими-то особенностями работы самого консорцией, но тем не менее. Вот. И, по сути дела, в подавляющем большинстве случаев используется именно 1.0 до сих пор, как, в общем-то, и в API. Поэтому для нас это как раз подходит. Вот. Ну и, собственно, чем перейти к применению в API, ещё просто небольшая сводка того, что же появилось в последующих версиях, чего не было в первых. Ну, во-первых, сильно расширились функции, которые, ну, реально, очень часто требовались при статопрообразованиях. Это работа с датами, простейшие, там, математические функции, минимум, максимум. Ну, почему-то их не изложили в первой версии. Их спас по непонятной причине. В общем-то, реализация у них весьма простая. Вот. Появилась поддержка регулярных выражений. И, кстати, я не скажу, её нет в расширениях салановских. Ну, вот. Боявилась группировка. То есть, уже известная задача по группировке, который способом MUCH реализован, ну, довольно стрёмно, прямо скажем, здесь. Это просто элемент с удобной, понятной формой. Хорошая штука. Вот. Боявилась возможность валидировать типы по схеме. То есть, специальные инструкции для импорта. То есть, это уже такой некий прогресс в типизации. Вот. Но эта штука доступна только в коммерческих версиях . Вот. Исчезло понятие и вообще тип данных. Резал три фрагмента, который, в общем-то, мешал многие конструкции делать, когда требовалось, например, просто подать на вход какой-то блок . И работать с ним, как сможет он нот. Вот. Это приходилось делать расширением. Теперь это встроенная хища. Вот. Ну, а в 3.0 самое главное, это то, что появился, я уже говорил, стриминг. То есть, потоковая обработка входящего документа, когда он не загружается целиком в памяти. Причём, это можно делать разными способами. Можно либо на глобальном уровне объявлять это режим XSL Streamable. Тогда он работает с входящим в качестве параметра документа в потоковый режим. Либо же мы можем просто внутрь уже имеющуюся XSLT вставить инструкцию с у нас документ, которая просто прочитает другой указанный параметром документа в потоковый режим. Ну, например, если вам нужно скомбинировать два входящих каких-то XML, из них что-то сделать, а один большой. Вот его можно прочитать, например, стримом. Ну и разные другие штуки появились. Отсутствовавший нод, например, XSL ITERATE. Это очень интересная конструкция, которая проходит по множеству нод и позволяет передать на следующую итерацию к следующей ноде некие параметры. То есть, по сути, раньше, если мы реализовывали цикл рекурсии, передавая, собственно, счетчик какой-то в следующую итерацию. Здесь мы можем просто указать, что для следующей ноды в множестве ноды использовать нужную для нас конструкцию. Причем ее расширили, тоже еще пока, по-моему, не заимплементировано нормально, что появился прям тип данных MAP, чтобы можно было не единичные параметры к большой группе передавать, а прям в целом MAP. Вот это штука удобная. Ну и аналоги джировских try-catch, assert тоже появились, чтобы можно было генерировать ошибки в случае, если мы понимаем, что уже никакой выходящий документ у нас не может получиться, совсем все плохо. Можно сделать assert. То же самое можно контролировать ошибки, если у вас там какое-то расширение недоступное, еще что-то, отловить ее и не завершать программу ошибкой, какое-нибудь дефолтовое значение подставить. И появился динамический X-Path. То есть мы можем в условиях для отбора нот прямо конструировать его из какой-либо константы стропливой. Вот этого реально не хватало. То есть в больших мэппингах в API часто возникает задача, что проделать похожие операции для схожего множества нот и переходилось генерировать просто несколько темплейтов вместо одного общего. Ну теперь такая возможность появилась. Ну и поддержка JSON как формата, причем как на вход и на выход. То есть вообще говоря уже X-Path отошел от того, что он когда-то делал только преобразование из XML в XML, сейчас он скоро уже научится преобразовывать из чего угодно, во что угодно. Так, ну собственно по обзору все. Вот, теперь значит про API. Ну тут уже на самом деле много субъективного, но тем не менее. Ну, какие преимущества использования X-Path в API? Ну, X-Path естественно просто по своему предназначению удобен, если вам нужно делать преобразование структурное. То есть превратить одну иерархию в другую, которая там имеет разное количество уровней. Ну, все знают какая-то боль в графическом мейкинге. Это появляются вот эти адовые контексты, очереди, чего-то там куда-то съезжает, а нища. Вот, в X-Path это существенно проще делается, и оно намного нагляднее. Вот. Они повторно используются в X-Path. Их можно писать удобно, универсально. Я покажу дальше на примере. В принципе им безразличен, как его там структуру на вход подаете. То есть они не завязаны как место шмоппинга на определенный ротовый элемент. Это иногда очень удобно бывает. Они могут отлаживаться где угодно, в любой удобной вам среде, в полноценном дебаггере. То есть не просто вы там в билдере что-то там тыкаетесь, пытаетесь куда-то прорваться. Вы можете нормально отлаживаться в средах разработки. Ну и плюс это открытый стандарт. То есть если вы знаете XCT, это вам поможет не только в API. В отличие от графических мейкбулов. То есть это универсальный стандарт, и его знать полезно. Ну естественно есть и недостатки. Обычно недостатками считаются два. Производительность и поддержка. По части производительности спору нет. Работают они медленнее, чем графические мейкбулы в среднем. Но я дальше тоже об этом скажу. Это в общем 90% случаев принципиально в отличие не просто, потому что само сообщение чаще всего небольшое. Что касается поддержки, вопрос спорный. Потом чуть дальше об этом поговорим. Но из недостатков, да, можно отметить то, что с бинарными данными работать не слишком удобно. По сути только через Java расширение. Ну и понятно. Изначальный язык просто для преобразования XML. Ну и собственно проблема своего языка, что он несколько медленно развивается. И главное, что в API по дефолту, ну по сути ничего с первых версий не изменилось. Как оно, может быть, было значительное переключение в 7.1, когда перешли на использование GTK для всех XML действий. А так, в общем-то, ни о чем не скажешь. Ну, небольшой пример, сейчас расскажу, который у нас был на одном из проектов. То, как можно сделать универсальный XCT, который потом использовать для различных сценариев. Он, по сути, ничего в себе принципиального не содержит, сам вход. Но смысл в том, что у нас есть набор систем, с которых мы по GDBC забираем данные. Ну, просто какие-то запросы, какие-то сущности, набор строк. И у нас есть система определенная, ну, тринадку, ESP. Она своеобразно устроена, для нее есть модуль, который для разработчиков API значит просто, что мы определенную каноническую структуру генерируем, в которой у нас есть, собственно, рутовый элемент. Под ним некий идентификатор названия сущности, что же мы получаем, какой поток. И набор полей, собственно, содержимые, какие данные. И что, значит, предлагалось? Для каждого такого сценария нужен мэппинг. Ну, очевидно, нужен. Потому что, во-первых, целевая система принимает только по одной записи. Так умеет работать. То есть нам запрос нужно распределить, во-первых. А во-вторых, нужно его, ну, желательно, хочется сделать его универсальным. Ну, так это делается. Собственно, делается, кто помнит, все, естественно, помнят. В gdbc-сендере структура запроса, ну, select, она простая. Есть рутовый элемент, который мы конфигурируем в канале. А под ним просто набор строк, roll, ну, стандартные и уже сами поля. Ну, собственно, XSLT без разницы, с каким рутовым элементом он работает. Он просто его встретил и дальше уже работает именно с самими строками, где просто, по сути, их копируют, передавая в потоп. Вопрос в том, как распознать сущность. Ну, это просто реализуется тем, что мы в gdbc-канале последним параметром, последним столбцем просто указываем как константу ее потопа. В итоге она попадает в выборку, и мы ее запасом можем подцепить. То есть таким образом все случаи, ну, их там было не так много, но на самом деле для каждой последующей gdbc-интеграции у нас уже готов мэппинг, разрабатывать ничего не нужно. Теперь дальше. Хорошая возможность, ну, собственно, она достаточно важная для работы с XSLT-FPI, это возможность вызвала java-методов через расширение. Ну, собственно, начиная с 7.1, когда у нас уже стал использоваться стандартные gdk процессоры, все это выглядит достаточно просто. Ну, наверное, все знают, но на всякий случай синтаксис напомню. То есть мы просто задаем, если нам нужно использовать какой-то класс, ну, в данном случае это уже пример для того, как забрать параметр мэппинга, что долго было головной больно. Ну вот, просто объявляется namespace с именем класса, и через этот namespace называются методы объекта. Ну, если статический, то мы просто причисляем параметры после названия метода, если же он не статический, то первым параметром мы подаем сам объект, на котором идет вызов. Все, в общем-то, больше никаких нюансов тут нет. Ну, единственный нюанс есть вот для использования стандартных саповских переменных. Ну, какие основные бывают потребности, что нам нужно вообще знать о сообщении? Ну, во-первых, мы можем какие-то рантайм-параметры захотеть увидеть, ну, там, id-шник сообщения или там время доставки. Это, собственно, давно было реализовано сразу как просто глобальный параметр самого преобразования. То есть у нас идет параметр так же, как здесь, только не transformation, а там, с названием параметра. Но это неудобно, потому что в нем много чего не хватает, и они есть не все эти рантайм-параметры, есть решение лучшее. О нем чуть позже. Собственно, в официальной домке, собственно, на help в сапе, к сожалению, очень плохо описано вот эту часть, именно по работе с java-энхансментами. Там, по сути дела, определен лишь один единственный пример для того, как можно забрать динамическую конфигурацию через мифическую переменную input-param. Этот input-param сам по себе представляет обычный мэп, в котором лежат объекты, которые описаны в классе string and transformation constants. То есть, в принципе, оттуда достать можно много всего, но почему-то там не оказалось параметров. То есть, оттуда можно достать оттачи, оттуда можно достать динамическую конфигурацию, но параметры мэппинг достать нельзя. Ну, имеется в виду кастные параметры. Ну и, естественно, нужно было решить эту проблему. И кто-то очень наблюдательный и ловкий, не помню кто точно, но это уже года полтора назад было, догадался, что существует еще параметры transformation input. Просто вот его так нужно объявить. И тогда мы неожиданным образом получаем доступ просто к самому объекту transformation input, который содержит себе все, что вообще нам известно о сообщении в момент мэппинга. Ну и, собственно, через него, вызывая его методы, это все в JavaDoc'е легко ищется, можно добраться до чего угодно и с ним работать. Ну, здесь просто приведен пример, как мы можем добраться до обычного стрингового параметра объявленного в operation mapping. А вот этот конкретный пример по выуживанию параметра мэппинга он где-то сейчас зафиксирован? Я не видел. Кто-то в блог потом его добавил, когда полтора года назад в чате я говорил быстро, кто-то потом в блог добавил существующие... Ну, в блог может быть, но на хелпе есть пример только с input параметра, ну, из того, что я видел. То есть для 7.5, по крайней мере, я посмотрел, SP09, там вот этого нет. Наверное, мне повезло, потому что я искал именно динамическую конфигурацию... Нет, динамическую можно взять, да, её можно взять без вот этого, а вот параметры нельзя. Ну, теперь можно. Ждём, когда это появится в официальном хелпе. Так, ещё немного, собственно, про XALAN. Ну, собственно говоря, API использует для выполнения, ну, по умолчанию, для преобразования использует XALAN, про который я уже говорил вкратце. Сейчас поговорим подробнее. Он, на самом деле, состоит из двух частей. Ну, исторически так сложилось. То есть у него есть интерпретивный процессор, или интерпретирующий, который возник на основе IBM-овского продукта под названием Lotus XSL достаточно давно. А есть, собственно, сановское наследие. Это XMTC. Компилирующий процессор. Вот. И, собственно говоря, именно он и является, именно XMTC, как часть XALAN является процессором по умолчанию, как в UGDK, так и в PIS 7.1. Ну, потому что после 7.1 сабксные турки уже не используются. Ну, не рекомендованных использований. Но, в принципе, между XMTC и интерпретирующим процессором разница есть. Именно, как минимум, в том, что они поддерживают разный набор расширений и работают несколько по-разному. То есть интерпретирующий, понятно, он чистый интерпретатор, как компилирующий, он предварительно старшит, компилит в объект с транслята, а потом уже его выполняет. Ну, это просто дает скорость. Но, принципиально, у них дизайн разный. Поэтому и работают они по-разному. Но, что интересно, что если вы загрузите в PIS XALAN просто как библиотеку, то она у вас будет работать немножко по-другому. У вас вдруг заработают некоторые решения, которые раньше не работали. Потому что по умолчанию, если вы подключаете его как жарник, то он из него вытаскивает параметр глобальный системный проопертием, а он указывает именно на интерпретирующий процессор. Соответственно, работать будет немного по-другому. Ну, функции, собственно... А, ну да, про EXSLT не сказал. То есть сразу же, как EXSLT появился в 2009 году, сразу же все поняли, что функций в нем мало, их нужно расширять. Этот набор. Но, естественно, все производители процессоров изначально реализовывали их по-разному. То есть функции те же, но даже названия. Кто-то non-set через diffuse пишет, кто-то slidno. Но по сути работают они все одинаково. И возникла инициатива EXSLT, которая просто стандартизировала такие расширения, то есть как они должны выглядеть, как они должны быть реализованы... Ну, не реализованы, а именно как они должны работать. Стандартные функции, разбитые по модулю. Ну, вот самое главное расширение, которое, опять же, нужно, ну, часто бывает нужно, это именно преобразователь множества нот. То есть когда вы берете просто какую-то, например, переменную, содержащую в себе разметку, и хотите с ней работать, собственно, как с входящим XML, с набором нот. Этого в интернете не бывает. Ну, естественно, математические функции, которых в эксплассе не было. Работа с множествами нот. То есть, опять же, если у вас в документе вам нужно что-то посравнивать, какие-то наборы элементов, каким-то параметрам. Вот, пожалуйста, intersection, distance, difference, все эти вещи есть и поддерживаются обоими процессорами. Вот, конвертация даты тоже часто нужна была. Ну, просто нужно вставить текущую дату. Раньше для этого надо было делать, например, Java enhancement, вызывать просто джавовские методы, которые это делали здесь. Просто появилась, есть возможность просто использующие из расширения простой конвертатора. Вот, ну, про вычисление x-class я уже тоже говорил. Функции работы со строками, то есть там соединить вместе все, все может, наоборот, расплитить их по какому-то критерию. Все это тоже есть реализовано. Но вот регулярные выражения не были реализованы ни там, ни сям. На данный момент это не работает. Вот, и еще интересная вещь, что интерпретирующий процессор, он вообще, на самом деле, чуть более богат по расширениям, и у него есть SQL расширение. Это интересная штука. То есть она может выполнять запросы, ее нужно сконфигурировать. То есть когда просто создаем элемент определенный, определенные формы в определенном namespace, ему можно подать параметры, и потом с помощью просто вызова функции query запрос выполнять и с ним работать. Это для чего может быть удобно? Ну, например, связываться с тем, о чем я говорил раньше, как с чтением параметров мэппинга, мы можем сделать просто такой аналог GDXLK внутри XSMT. То есть мы в operation mapping создаем параметры с соединением, которые потом мы из SEO просто заполняем, в зависимости от ландшафта. Соответственно, потом эти параметры читаем, и можем через это SQL расширение вызывать запросы. Вот это реализация lookup в XSMT. Ну, еще немного про использование внешних процессоров в PIA. Появилась наконец-то, так долго ждали, возможность что-то загрузить внешне. А вот она уже появилась лет пять назад, наверное. Делается просто. То есть, по сути дела, все, что нужно сделать, это, ну, во-первых, в NWA нужно в свойствах сервиса общего и конфиг указать определенные параметры, что нужно использовать внешний трансформер. Никаких перезагрузок ничего не требуется, просто поменяли параметр, все. И дальше нужно, собственно, в том месте, где вы будете выполнять империнг, в том софтверной компоненте, иметь загруженную библиотеку. Ну, то есть, как только вы загрузили как импорт от архив процессор, вы можете его использовать в том же контексте, в той же софтверной компоненте. Ну и, собственно говоря, я это все попробовал сделать. Заработало не все. То есть, вот, салан интерпретирующий я уже говорил, работает хорошо, проблем всех нет. Да, все это проверялось на сервиспаке 9. Здесь вот крайне важно, что действительно есть зависимость от версии сервиспака. Чуть-чуть дальше об этом и скажу. Ну, саксоновский, естественно, процессор тоже встал первый, с ним все хорошо. А вот хотелось как раз иметь возможность использовать в PIA свободный, то есть open-source процессор, который работает хотя бы с 2.0. но получилось частично. То есть вот саксон B, который, в общем-то, самый продвинутый, он сейчас уже не развивается, но тем не менее он в тот момент, когда его уже перестали развивать, он весьма был хорош в плане его функции и был open-source, вот он не заработал. В чем там особенность? Выпадает просто runtime-ошибка. Есть специальная нота, выобщенная саппом, что нужно создать functional library определенного вида, загрузив туда определенный ход. Почему такая вещь потребуется и требуется именно в случае конкретного саксона, не очень понятно. Но проблема в том, что это действительно работает. То есть вот Евгений Калмаков, не знаю, есть тут? Ну не суть. Вот Евгений Калмаков этим занимался, он попробовал, у него все заработало, но он пробовал с версии 9.5. Home Edition саксона. Я попробовал с ней действительно работать. Проблема в том, что как только саксон выпустил новую версию, немного поменяв структуру классов, весь этот function library слетел. И либо нужно каждую ноту под каждую версию выпускать, но это как-то все не очень. Но на самом деле мне все так плохо, потому что последняя версия саксон 3.0 неожиданным образом заработала. Без всяких функциональных библиотек. Но недостаток есть в том, что он платный. Я попросил у Майкла какие ключи, я же его прислал. Соответственно, месяц я мог замечательно его тестировать. То есть он работает, причем и стриминг, я дальше расскажу, работает. Но все-таки он не open source. И нужно, во-первых, дождаться, пока такой появится, и уже тогда смотреть, что мы с ним сможем сделать в API. Ну вот, мне в первую очередь было интересно проверить, как работает именно потоковая обработка. Потому что я еще помню, как в 2011 году была задача по обработке айдоков. И собственно айдоки были крупные, ну относительно крупные, 20-30 мегабайтов на айдок. И собственно, что у меня было, это стабильный out of memory. То есть при большой нагрузке, при большом количестве айдоков, причем никакой там суперсложности в самом мейтинге не было, падало. Соответственно, стриминг здесь должен был бы помочь. Ну, я провел просто ряд тестов локально в общежиле, при размере хип-арк 256 метров, просто посмотрев, как они себя ведут в одном и в другом режиме. Со стримингом, без стриминга. Ну, надо сказать, что это работает. То есть даже на файле размером почти 2 гигабайта, ну, тесты, я делаю простые, либо у нас просто на входе простейшая структура xml с набором одинаковых элементов, просто счетчиком, миллион объектов однородных, это просто весь результат xml, это посчитать, сколько всего таких нот в документе. Это первый тест. А второе, это еще и проверить условия на каждой из нот, и примерно половину скопировать в нот. ну, собственно, результаты есть. То есть как только файл начинает быть большим, то есть если вот там до 100 мегабайтов, ну, еще может протянуть процесс. Причем он даже работает в непотокном режиме, даже чуть быстрее на малых размерах. Видимо, вот этот overhead на реализацию скатывается. Но как только файлов уже становится больше, хотя бы несколько сотен метров, все, out of memory. Причем если на вот таком файле дать ему гигабайт, ну, хватает. Он еще работает. Ну, собственно говоря, это всего лишь тесты для того, чтобы понять, что этот стриминг действительно работает и полезен. По крайней мере, мы out of memory ловить не будем. Но минус в чем? Минус в том, что когда я то же самое проверял в PI, там все весьма сложно. Во-первых, в принципе, как только вы пытаетесь использовать какой-то внешний процессор, возникают плаги при обработке. Ну, то есть просто сообщение висит в Delivering, в какой-то интервал, несколько секунд. Что в этом моменте происходит, не очень понятно, но это связано, это возникает только в случаях, когда вы используете внешний процессор. Непонятно какой-то прогрев требуется, то есть то бывает, то не бывает плавающие вещи, но тем не менее это заметно. Это во-первых. А во-вторых, на самом деле в PI все вот эти тесты не так себя ведут. То есть на маленьких размерах сообщение до 100 мегабайтов работает и так, и так, без проблем. А если файл большой, ну, я попробовал на файловом движке, потому что по HTTP передать не получилось из-за ограничения на размер реквеста. Ну и файл размером в 900 мегабайтов я просто не дождался. Файловый адаптер и через день показывал, что процессинг старт. Нормально. Подождём чуть-чуть. Поэтому, в принципе, пока применить именно стриминг в PI не видно пока, в чём от него будет преимущество. То есть может быть и будет, но пока реальных кейсов нет. Так, ну и закончим, наверное, холиваром. Ну, собственно, я уже в подводке к встрече, ну, просто в качестве одного запроса, как его зовут, там, Java, ct, миссис Метер. На холиваре за чьим будешь? Ну да, я сформулирую только свои соображения. Здесь, естественно, каждый решает сам по своим соображениям. Мои соображения такие, что, в принципе, преимущество XLT превышает его недостатки. И поскольку большинство случаев у нас, ну, большинство сценариев, по сути, работает с маленькими сообщениями. Ну, по моему опыту, я не знаю, может быть, и у вас другой опыт, но по моему опыту, основная часть сценариев работает с сообщениями небольшими. И если у вас мэппинг простой в плане именно преобразования сложности, то, собственно, и разработка XLT, и его поддержка никакой сложности не представляет. Андрюха не согласится. Я сейчас уже хочу... Вот. Пока не погоди. Вот. Но, естественно, у каждого мэппинга свой жизненный цикл, и ясное дело, что со временем они становятся все более сложными. И здесь, когда мы выбираем какой-то способ реализации, надо понимать, что по какому-то из этих столбцов движение будет. И, возможно, придется... Ну, опять же, это мой выбор. Но основан именно ровно на том, что пока XCLT может, используем его. Когда он не может? Ну, когда файл большой, неудобно, долго, ресурсы потребляются. Окей. Если при этом преобразование простое, чтобы не городить графических павлинов, можно графику. Но как только что-то посложнее, уже не стоит. Соответственно, когда что-то среднее, ну, тут нужно подумать. Зависит от случая. У меня, опять же, на том же самом примере с обработкой айдоков по 20-30 мегабайт со сложной логикой, я эволюционировал из XCLT в жалоб. Потому что я понял, что это становится сложной, неподдержанной. Лучше написать жалоб. Хотя и жалоба-то была тоже хардкорная. Но, тем не менее, зато она работала быстро. Вот. То есть здесь важно не пропустить момент. Потому что вот на проекте в Северстале, по внедрению ETRAN, там как раз, мне кажется, этот момент был упущен. То есть там интеграция была между абсолютно разными структурами данных. С одной стороны, это TMS САПовский. С другой стороны, это ETRAN-овский веб-сервис, по-другому совершенно устроенный. И из-за огромного количества полей и сложной логики там нагородились совершенно неподдержанные графические мысли. И просто сложно было в какой-то момент принять волевое решение и моделизировать это. Развить его на облон шаблонов. Ну, там на Java, на XCT нормально делалось. Там, в принципе, самой логики прообразования сложной не было. Там сложность была именно в том, что иерархия сильно отличалась. Было много элементов, и оно было очень ненаглядно в графическом виде. И вот там, собственно, этот момент, как реализовать, он был упущен. Если его сразу как-то спрогнозировать, если получится, то, ну, хорошо, не получится, не очень. Ну, естественно, DOKA. DOKA должна быть всегда. То есть как только у вас что-то сложнее, чем просто вырезать какие-то элементы или что-то там, дату поменять формат, сразу же DOKA. Потому что иначе поддерживать это потом вообще нереально. Ну, это и так всем понятно. Вот. Если уж совсем разрослось что-то, но вы делаете его, например, какие-то вещи очень схожие, ну, бывают часто такие задачи, ну, тогда модуляризация. Сделали какую-то общую библиотеку, будь то шаблон XCT, будь то джавовский архив. Просто его подцепили как underline-компонент и работайте с ним, у вас всё более прозрачно. Вот. Но, опять же, выбор, естественно, за каждым. Это только моё видение. Ну, вот, наверное, вкратце и всё. Есть вопросы? Давай. Андрей Большаков, секта любителей графического мейклинга. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вопрос сразу? А кто любит XCT? А кто не любит? А кто считает, что он хорошо знает XCT? А кто с XCT 3.0 работал? Спасибо. Я, на самом деле, хотел бы отметить, на мой взгляд, несправедливое здесь две буквы ММ, а не один раз. Один раз из девяти... Мне кажется, это уже показатель предвзятости, да? И, мне кажется, вообще-то из вежливости. Нет, что я говорю, предвзятость, это вообще хорошо, что тут есть. На самом деле, если говорить серьёзно, у меня вопрос такой. Ну, то есть, мы все как бы... Ну, не все, но, я думаю, что некоторые из нас знают, что вендоры это рекомендуют всё-таки как предпочтительную технологию, это мессичмейпинг. В первую очередь, точнее, как бы так, не в последний момент из-за её наглядности. В том числе, когда вот человек пришёл на поддержку проекта, который делали до него, да, то есть, ну, и всякие простейшие кейсы, типа, там, добавить какое-то поле, добавить его, соответственно, мейпинг для этого поля. То есть, я думаю, ты тоже не будешь спорить, что у меня графический мейпинг для этого проще, да? То есть, я буду спорить. Но мне... сейчас, я сразу прокомментирую. То есть, если мейпинг простой, то XSSL для него будет очень просто. Согласен. И более того, у него преимущество в том, что ты видишь это всё сразу. То есть, ты, когда отправишь графический мейпинг, тебе нужно ходить по нодам, там, смотреть, как через джок. Здесь ты видишь всё сразу, удобно делать массовые изменения. Ты можешь что-то там применить сразу ко всем. Один раз за ним проверка. Никаких проблем. Я как раз хотел бы узнать твое мнение на тему... Ну, ты, наверное, частично ответил на вопрос. Вот насколько корректно применение XSLT во всех случаях... То есть, без исключения, как вот... Если мы, например, понимаем, что у нас простейший мейпинг, там, один к одному. Может быть, иногда там встречаются какие-то там преобразования дат. Ну, то есть, какие-то простейшие вещи. Вот лично я очень не люблю, когда в такие моменты я вижу XSLT мейпинг, да. То есть, я просто не очень понимаю, зачем. То есть, мне понятно, зачем существует Java, потому что на ней можно сделать действительно такие вещи, которые в итоге XSLT и не снизились. Мне понятно, зачем графический мейпинг. Потому что неподготовленный, там, человек, который придёт после нас, но проект он... Ну, мне, это, опять же, в моём фильме, да. То есть, я никому не буду навязывать. Мне кажется, что в графическом мейпинге это процесс вовлечённости. Процесс того, когда начинаешь что-то делать именно полезное, то есть, он наступает быстрее, чем XSLT. То есть, у меня, например, больше времени находит на анализ XSLT, а если там ещё какие-то перебёрзлые типы... Ну, ты знаешь, ты когда один раз рассказываешь? Там, как бы, есть эта фишка. Основной фон здесь в том, что тут важно не пропустить момент. То есть, ты говоришь, да, графический мейпинг проще для входа. Для входа-то да, но у тебя мейпинг будет развиваться. Скорее всего, он у тебя усложнится потом. И его уже станет намного проще и нагляднее сделать в этом вовле. А ты ведь не сможешь это сделать. Тебе придут и скажут, а чего ты тут какой-то рефактор задумал? Какой рефактор? Иди делай, у тебя там 20 сценариев. И ты это отложишь. И чем это закончится? И закончатся павлины, которых я на ветра не увидел. Вот у меня следующий вопрос. Может быть, ты просто недостаточно хорошо разбираешься в павлинах? Условно. Я говорю, это чисто моя точка зрения. Но я с этими павлинами один разок разобрался тогда на экране. Ну, относительно разобрался. Понятно, что здесь большинство людей лучше по географическим мейпингам, чем я. Но всё-таки я не так уж прям пловко с ним разобрался. И я всё равно остался с этой точки зрения. Что в Excel лучше? Удобнее? В большинстве свечи, но не во всем. Понятно. Спасибо. Мне кажется, проблемой мейпинга, что он не развивается очень давно. Во времена 7.1 добавили галку «возвращать как XML». Но это не «VMM» добавили, а просто «порядом с ним». То есть, когда мы слева рисуем мейпинг, можно контекстное меню выдать. Но это, наоборот, отход от «VMM» получается. А в сам «Message Mapping» уже очень давно ничего не добавляется. И если бы этот инструмент развивался, и баги чинились, и ему уделялось внимание, то он бы, возможно, на этой таблице занимал гораздо более почётное место. Возможно, да. Проблема с тем, что его как купили в 2003-2004 году, стакс с тех пор только латают и документируют баги. Представляешь, насколько он идеальный? Ну, Excel тоже с 1999 года, 1.0. Да. Берут, как бы, второй мейпинг обвешен UDF-ами и прочее. Идеальный. Другой мейпинг на базе стакса сделать. Там, где ивенты. То есть, сейчас он сделан на базе очередей. И там вот эти проблемы, ну, с ванной сменей, постоянные возникают контексты. А если бы его на другой движок перетянуть, с сохранением всех наработанных базы мейпингов, то, возможно, было бы интересно посмотреть. Плюс в Integration Advisor в итоге есть message mapping, я об этом кратко скажу потом. Есть message mapping, за которым скрывается XSL сзади. Вот это тема. Да. То есть, получается, там рисуешь картинки, делаешь UDF-ы, а в итоге выполняется все это в XSL. И там, к сожалению, тогда поведение функций поменяется. Те, в которые мы привыкли. Ну, опять же, если удастся этот message mapping переделать, еще желательно сделать его более-менее универсальным. То есть, чтобы ты не был такой, что пришел в эту душину. А там, в общем-то, тот же графический mapping, но со своими какими-то. Ну, не очень понятно, кто и когда это будет задать дело. То есть, в целях в этом плане. Еще по поводу Java mapping для сложной логики. Какой вариант чаще всего применим лучше? Просто дом-парсером искать ноды по названиям и так далее? Или импортировать XSD и использовать JASB для постоянных структур? Ну, зависит от случаев. Опять же, если у вас входящий документ маленький, то, в принципе, с домом, на мой взгляд, работать удобно. Там все понятно, API простое, и никаких проблем не возникает. Но если большой, то это, по сути, будет так же, как эксцентная проблема с нагрузкой и со скоростью. Тогда можно XAX использовать. Я, собственно, такой писал когда-то. В принципе, там особой сложности нет, но оно все-таки более, так сказать, кишки наружу. То есть, там, ну, ивент-обработка, то есть, у вас есть каркас какой-то, да, и нужно писать. Ну, не всегда логика выглядит прозрачно, но зато работает быстро. Ну, например, для случаев, когда idog вот этот вот, который вы упоминали, большой idog там была... Да, там я делал нас акции. В принципе, более-менее понятно и сопровождаемо все это было. Ну, Макс Крюков здесь? Нет. Сопровождает. Значит, я могу сказать, что не так вот. А он бы, наверное, сказал, что есть. Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, нормально, может сопровождать. Ну, там просто он, в принципе... Да, в принципе, этот сценарий был один из самых групповых, но он всем известен. H&MDA размножить на таблице. Вот, поэтому здесь простого решения нет, в принципе. Ну, то, которое было... Снявная компания, где там большой павлин. Ну, каждый свое выбирает, кто-то павлин, кто-то право. Есть компании, где MSH-мертинги кроме terivial-мит просто запрещены. Где вот этот барьер отсекается и хода сложностей от terivial-мит неподдерживаемым. Вот финская компания Patser, я там был на проекте, там, если ты хочешь... Там, я не помню, как этот процесс принятия решений был. В общем, на определенном этапе тебе запрещали делать ML, дальнейшее развитие, и на определенной ревизии, и заставляли переписывать процессы. Я уже хочу там работать. Но на самом деле у нас тоже есть примеры. Вот есть например микрофон, где тоже X и T по умолчанию. Но я прекрасно знаю и другие случаи, где наоборот. К счастью. Но остальное для кого-то. А вот имеющее такой вопрос. То есть я правильно понимаю, что я когда приводил эксперименты с разными парсерами, то есть сейчас, если кратко резюнировать, то сложно, да? То есть мы можем сказать, что нельзя этим пользоваться. Ну, на мой взгляд, сейчас смысла особого нет. То есть пока стриминг не заработает, нет смысла, потому что все остальное покрывается расширением. То есть в фиксовании более чем достаточное расширение для влоги. Если уж прям совсем сложно, ну всё, там нужно вернуть, что надо джао делать. Ну, то есть основная фишка была в стриминге. Я именно его и проверял. Но он пока не взлетает. Коллеги, последний ещё вопрос. Если есть остальное только в личном общении, иначе мы уйдём, да? На Excel-софтепе хотелось сделать какое-то название, что на входе XML, а на выходе, что-нибудь в XML? Ну, мне нет. У меня не было таких сценариев. Но вообще сейчас можно делать output стандартный HTML, VX HTML, в текст и в JSON. Андрей, спасибо большое за доклад. Всем спасибо.